Разбил окно и пробрался внутрь. Шесть чтимых икон Александра Невского мужского монастыря были похищены в августе прошлого года. Злоумышленник дождался ночи и в отсутствие священнослужителей проник в один из храмов обители, где варварский выломал святыни. Скрыться от правосудия не удалось ни ему, ни напарнику, который ожидал его в машине неподалеку. Сотрудники управления уголовного розыска МВД Почувашии совместно с коллегами из Маргаушского района установили их и задержали уже на следующий день. В ходе просмотра видеозаписи наблюдения был установлен один подозрительный мужчина, который заблаговременно за несколько дней до совершения кражи приходил в храм, зашел и по видео видно, как стал снимать на телефон иконы именно те, которые были похищены. Оперативники выехали во Владимирскую область, где задержали двух местных жителей. Три похищенные иконы были изъяты в автомашине одного из фигурантов. Оставшиеся образа были обнаружены в канаве. Злоумышленники просто выбросили их, посчитав не имеющим ценности. На время расследования иногородцы были заключены под стражу, а сами святыни в конце декабря прошлого года возвратились в монастырь. Ну мы с огромным уважением сегодня вам возвращаем и пусть эти иконы приносят добро людям. Хочу выразить сердечную признательность от имени всех верующих, от имени всех прихожан, вообще от всех верующих нашей Чувашской республики, потому что вы проделали просто удивительно прекрасную работу. Приговор подсудимые услышали в начале февраля. Маргаушский районный суд признал обоих мужчин виновными в совершении кражи. А 50-летнего жителя Владимирской области еще и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое тот успел совершить перед тем, как проникнуть в монастырь. Обстоятельно, добытое в ходе предварительного следствия, нашло полностью подтверждение в ходе судебного заседания. По свободности преступления назначить путем частичного сложения наказания в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сообщника осудили на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.